Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучать книгу Иисуса Новина. И сегодня мы будем читать 11 главу этой книги. Здесь рассказывается о битве при водах Миромских, о том, как Иисус Новин покоряет Северную Палестину, и о землях, покоренных Иисусом Новином. И мы читаем с первого стиха и ниже. «Услышав сие, Иовин, царь Асурский, послал к Иоафаму, царю Мадонскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу на горе, и на равнине в южной стороне Хинорофа, и на низменных местах, и в Нафов-Доре к западу, хананеям, которые жили к востоку и к морю, к амореям и хитеям, к ферезеям и к ифусеям, жившим на горе, и к евеям, жившим подле Ермона, в земле Массифи. И выступили они, и все ополчения их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много. И собрались все цари сии, и пришли и расположились с Таном вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем». На самом деле цариха Наана, они опасались Иисуса Навина, потому что он показал, что он может захватывать города каким-то чудесным образом, могут рухнуть стены, что он может одерживать победу в горах и на равнине. Поэтому здесь они применяют новую стратегию, используя новое оружие — это боевые колесницы. И эти боевые колесницы — это то оружие, с которым Иисус Навин еще не сталкивался. Но, конечно, евреи имели представление о боевых колесницах, потому что, когда они выходили из Египта, то за ними гнались как раз на боевых колесницах. Но так, чтобы евреи участвовали в сражении против боевых колесниц, ничего подобного не было. Поэтому цари Ханаана решили использовать вот этот метод. В те времена считали, что, возможно, что бог евреев — это бог гор, потому что закон был дан на горе Синай. И древние понимали так, что есть бог гор, есть бог равнин, есть бог моря, реки, озеро. Это представление язычников того времени. А колесницы — это новый способ противостоять врагу, и они решили испытать это мощное оружие. Тогда это самое мощное оружие — боевые колесницы. Но Господь сказал Иисусу, не бойся их, ибо завтра около сего времени я предам всех их на избиение сынам Израилева, а коням же их перережь жилы, колесницы их сожги огнем. Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого, и до Месрефов Маима, и до долины Митсвы к востоку. И перебили их, так что никого из них не осталось, кто уцелел бы и избежал. Здесь мы видим, что Иисус Навин, вдохновленный Господом, он сработал на опережение. Колесницы опасны, когда они взяли разгон и врываются во вражеское войско. А здесь он сам сработал на опережение. Возможно, что многие колесницы не были даже запряжены в этот момент. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь. Коням их перерезал жилы, и колесницы их жег огнем. Таким образом, сработав на опережение, он одержал победу. В то время, возвратившись, Иисус взял Ассор и царя его убил мечом. Ассор же прежде был главою всех царств сих. И побили все дышащее, что было в нем мечом. Все, предав заклятию, не оставалось ни одной души, а Ассор сожег огнем. Библейские экзегеты поясняют, что, согласно данным археологии, Ассор был захвачен и разрушен, но часть населения в нем осталась. Позднее Ассор вновь возобновил войну с азраилетянами. Смотрим Судей 4.2. Среди развалин Ассора были найдены обширные конюшни, что совпадает с указанием библейского предания о колеснице Ассора. Об этом говорится в этой главе ниже, в 19 стихе. «И все города царей и всех царей взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень». Есть экзегеты, которые настаивают на том, что население не уничтожалось таким тотальным образом, как это может представляться. Только в том случае, когда их предавали заклятием с помощью меча. То есть их проводили под мечом и какую-то часть могли уничтожить, а значительную часть могли и оставлять, как незаклятых, которых под мечом могли не проводить. И археологические раскопки подтверждают, что население все-таки сохранилось в Ассоре. То есть могли казнить военных преступников и тех, которые были причастны к совершению этих преступлений. Конечно, тут сложно до конца разобраться в этом вопросе. Но есть очень интересное объяснение Марка Исповедника о том, что когда люди гибли по прямому Божьему указанию, когда Господь говорил, например, никого не оставлять в живых, то для этих людей это была форма такого искупления своих преступлений. Потому что, когда человек подвергается смертной казни, он уже никому ничего не должен. И Марк Исповедника учил, что те люди, которые погибли в водах потопа, во время войн Иисуса Новина, сгорели в Содоме и Гаморе, все, что делается Богом по прямому его божественному указанию, ослабляет вину этих людей. Потому что они сподобляются заплатить цену, цену самую высокую за свои преступления. Это их собственная жизнь. Поэтому, когда Господь попускает разные эпидемии, там, планетарного масштаба или локального масштаба, это тоже форма очищения. И прежде всего, тех людей, которые подвергаются таким наказаниям. «И все города царей сих, и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей раб Господень. Впрочем, всех городов, лежащих на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного осора, который сжег Иисус». Ну, похоже, что сжег не каким-то тотальным образом, так что этот город будет быстро восстановлен. Это мы видим уже в книге «Судей». «А всю добычу городов сих и весь скот разграбили сыны Израилевы себе». То есть, они это брали как военные трофеи. «Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили из них ни одной души». Но здесь может передаваться их отношение к ситуации, как они это видели. Но город все-таки оказался с людьми. «Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедовал Иисусу, а Иисус так и сделал. Не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею». То есть, он действует так, как повелел Господь, но Господь может при этом кого-то пощадить, укрыть, дать возможность убежать и не подвергнуться этой казни. То есть, каждый выполняет то, что на него возложено. Далее говорится о земли, о землях, которые были покорены Иисусом Новином. Таким образом, Иисус взял всю эту Нагорную землю, всю землю Полуденную, всю землю Гушен и низменные места и равнину и гору Израилеву и неизменные места при горе. От горы Халак, простирающейся к Сейру, до Ваал-Гада в долине Ливанской, подле горы Эрмона и всех царей взял и поразил их и убил. Мы видим, что прежде всего уничтожают языческих царей. Языческие цари, они же были жрецы. То есть, они участвовали в человеческих жертвоприношениях. Мы много видим в Библии, что они умерщвляли своих собственных детей при закладке фундамента того или иного строения. Долгое время вел Иисус войну со всеми семи царями, то есть, он борется с правителями Ханаана, этими колдунами, жрецами. Не было ни одного города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Эввеев, жителей Гаваона. Все взяли они войной, ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисеев. Вот здесь подчеркивается, что военные действия чаще эти цари начинали сами уточнение, что будучи ожесточены от Господа, вот здесь надо понять, что Господь может усилить в человеке его ожесточенность только в том случае, если человек жесток. Например, когда мы читаем про фараона египетского, там тоже говорится в некоторых случаях, что Господь ожесточил его сердце. Но когда говорится о первых казнях, там не говорится так, а говорится, что фараон сам ожесточил свое сердце. А когда уже окончательный выбор он сделал, далее уже говорится Господь ожесточил его сердце. То есть человек не исправлялся, ему было предоставлено несколько возможностей исправиться. Собственно говоря, каждая казнь египетская, это была возможность задуматься и справиться. Так и в этом случае. В то же время пришел Иисус и поразил всех инакимов на горе в Хевроне, в Давире, в Анафе, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой. С городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из инакимов, то есть это великаны в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и Азоте. Экзегеты поясняют, Газа, Геф и Азот города впоследствии заняты филистимлянами, остались в руках хананеев. Кроме них не были захвачены Аскалон, Экрон, Ава, Иерусалим, Бевсан, Афанах, Иф-Леам, Мегидо, Газер, Ве-Самис и Давир. Хананеи вскоре вновь вернули себе. Таким образом, завоевание Ханаана ни в коем мере нельзя было считать полным. И давайте вспомним, что эти народы символизируют собою семь смертных грехов. И борьба со смертными грехами таким образом не увенчалась полным успехом. То есть многое оставалось. И через короткое время евреи окажутся не завоевателями, а рабами у тех хананьян, особенно филистимлян, которые воцарятся над этой местностью. И далее. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. На самом деле, надо понять так, то есть он взял ту землю, которую ему было предназначено взять. Иерусалим возьмет царь Давид, потому что ему было предназначено взять Иерусалим. Каждому человеку что-то предназначено в этой жизни. Есть предел, который положен каждому человеку, что он успеет сделать в этой жизни, а что и не успеет. Итак, сегодня мы читали с вами 11 главу книги Иисуса Новина. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем читать 12 главу этой же книги. Спасибо вас, Христос! Субтитры сделал DimaTorzok